Здравствуйте! Сегодня мы общаемся с большой шашечной семьей Missens. Могу ли я так к вам обращаться? Да, конечно. Нас так можно назвать, так как шашки — это то, что объединило нашу семью. В шашках мы познакомились с Олесей, и наши дети тоже с детства играют в турнирах. Смело можно назвать нас шашечной семьей. Ну, конечно, да. Мы с детства как начали играть в шашки, так до сих пор играем в шашки, и очень рады ездить на соревнования. И у нас очень, ну, не много, но есть друзья шашечные, и постоянно мы общаемся, как уже маленькая такая шашечная семья у нас есть. Ну да, так как каждый день мы найдем какую-то тему нашей шашки, которой поговорить, и точно не будет скучный день, так как всегда будет тема, которой поговорить. Расскажите, пожалуйста, как вы начали играть в шашки. Может быть, начнем с Олесы и Мальвины? Я сама лично начала играть в шашки, потому что мои родители играли в шашки, и мне было тоже любопытно, и я решила попробовать. И с дальнейшего я играю в шашки. Я все время ездила с семьей на всякие турниры, и я видела, как играет моя сестра и родители, и я решила тоже попробовать сыграть. С четырех лет я начала тренироваться и играть в шашки. И потом участвовать в турнирах. Участвовать в турнирах. Ну, насколько я помню, то я начал играть шашки в школе, как многие из нас, изначально было школьные турниры, и из школьных турниров уже самых лучших тренера звали на тренировки. Ну, так и я там выигрывал какие-то школьные турниры, и позвали меня уже на кружок. Я же начала играть в шашки в семи лет тоже в школе, и как самая лучшая в классе выбрали меня, позвали уже на тренировки, и так начала тоже тренироваться более усердно и по много часов, и ездить на турниры. Очень понравилось, и полюбила этот вид спорта. Олеся, вы открыли шашечный клуб в Риге. Расскажите, пожалуйста, о вашей школе и ее успехах. Мы открыли школу пять лет назад, назвали ее «Дом от Прекс». Это все случилось все случайно. Я сидела дома с двумя детьми. Уже на тот момент я прекратила свою профессиональную шашечную деятельность как спортсмен. И тут вот Роберт увидел, что я могу тренировать, и мы открыли школу. Так как уже тренировки у нас на кухне шли. Да, у нас дома были тренировки с детьми. И вот потом мы взяли помещение, открылись, и я вот тренирую маленьких детей, начиная с пяти лет. Бывает, конечно, и пораньше приходят с четырех лет. У нас школа направлена на результат. То есть мы не только кружок, но мы именно готовим детей на результаты. То есть для нас очень важно поехать на чемпионаты Европы и мира. И обязательно, конечно, оттуда привезти также медаль. Вот. Наши успехи есть. Я считаю, что уже очень даже достаточно серьезные. В этом году Мальвина в 11 лет выполнила национального мастера спорта. Третья стала среди женщин в Латвии. Также у меня есть ученики, которые добились уже чемпионами Европы стали среди мальчиков. Также призеры Европы и мира. Конечно же, есть чемпионы Латвии и призеры Латвии также. Роберт, вы являетесь главным организатором этапа Кубка мира Рига Опен. Уже не в первый раз. Расскажите чуть больше о турнире и какие дальнейшие планы. Да, для меня это второй этап Кубка мира Рига Опен, который я организирую. Очень рад, что после перерыва двух лет мы опять можем его организировать, так как из-за других был перерыв. Конечно, людей чуть меньше, чем два года назад. Но так и так играют очень сильные игроки. Есть самые ведущие игроки Голландии с очень сильным составом. Также из Украины многие приехали. Конечно, наша надежда на игроков из Латвии, Гунтиса. Надеемся, что забывала эту медаль. Турнир сам. Мы стараемся делать его на высоком уровне. Думаем много о деталях, чтобы были трансляции. Также, как видите, разные видео интересные. И очень, думаю, нюансы. Потому что так же, как школа Леси, так моя цель шашек именно работать на трассе шашек, чтобы они стали не только более узнаваемыми, но также уровень, как мы проводим турниры, как мы ведем себя в турнирах, стал наиболее высоким. Насчет будущих планов, то планы большие. Главное, найти еще людей, которые готовы идти со мной и их существовать. Потому что, конечно, я могу делать турниры Латвии. Мы обязательно будем делать много разных турниров Латвии. И надеюсь, что скоро чемпионатные среди взрослых, может, возьмем детские обязательно. Но смотря глобально, в плане, то очень важно, чтобы молодые, активные люди более и более были бы готовы ввязаться и помогать. Потому что, если мы будем там один, два, три, четыре, которые готовы свое время тратить и поднять уровень, то это очень трудно. И каждый такой человек очень важен. Поэтому я очень надеюсь, что больше и больше именно молодые, активные люди будут готовы свое время не тратить, а свое время тратить на шашки, чтобы вместе это достичь. Девочки, расскажите, нравится вам играть в шашки? Что вас привлекает в шашках? Мне очень нравятся шашки. В них мне больше всего нравится ездить по турнирам. Мне нравится, когда устраивают шашки на лагере, выигрывать призы, медали. Мне нравятся шашки, ведь я тренируюсь очень долго и привлекаю шашки, потому что они интересны, и от них ты не можешь скучать дома. Девочки, чем еще кроме шашек вы увлекаетесь? Я увлекаюсь плаванием, пианино, ведь мне нравится музыка. И я увлекаюсь пляжным волейболом. Я тоже увлекаюсь пляжным волейболом. Так же, как и Алиса, я люблю музыку, но я не играю на пианино, я играю на гитаре. Играю уже три года. Еще я тоже хожу на плаванье, и, по-моему, у меня получается очень даже хорошо. Робертс, кроме того, вы являетесь генеральным секретарем Международной Федерации шашек. Какие ваши планы по развитию шашек в мире? Стараюсь ответить коротко. Для меня очень важно объединить все шашки под одной крышей, чтобы мы работали на одну цель. Второе, на что я буду ставить фокус, это создать шашки как продукт, чтобы он был бы интересным спонсором. И также простым зрителям, которые, может, не так глубоко понимают саму игру, но чтобы им было бы интересно ее смотреть. Потому что без этих два вещей я не вижу большой развития, чтобы поднимать как уровень, так и призовые фонды, и дополнительные страны. Олеся, как тренер молодых латвийских шашистов, что вы делаете для привлечения детей в шашки? Ну, для привлечения маленьких детей мы организуем наши турниры дома от Прекс. Делаем их очень в красивых местах. И также, конечно же, мы дарим каждому участнику призы, подарки. Потому что все-таки, когда маленький человечек приходит первый раз на турнир, и первый это как бы стресс, что он пришел на этот турнир, а еще если он проигрывает, то, ну, они вот опускают руки и говорят, больше не придем на такой турнир. А тут они получают приз и за последние места, да, и они тогда очень рады. И тогда они говорят, да, в следующий раз я снова приду. И поэтому они идут на тренировку, чтобы в следующий раз опять прийти на турнир и занять повыше место, и получить лучше приз. Также мы делаем каждый год, делали летние лагеря. Это тоже детям очень нравится, с ночевкой. Мы брали какой-нибудь у воды где-то, у реки, такое, как сказать... Красивое место. Место, да, такое красивое. И мы там делали шашечные сборы. Дети даже не замечали, как в день они занимаются по 5 часов шашками, потому что мы очень много их развлекали, кроме шашек, всякими разными спортивными мероприятиями. Вот это тоже дети каждый год ждут. Ну, и также, конечно же, их очень привлекают международные турниры, то есть поездки в разные страны. Тоже очень их мотивирует заниматься шашками, чтобы поехать в следующем году, допустим, в какую-то заграницу, на какой-то турнир. Вот. Что же я бы пожелала? Я, конечно, детям хотела бы пожелать, чтобы они меньше ленились и больше себя заставляли работать. И, конечно же, родителям большого терпения. Вот. Я бы тоже хотел бы детям дать советы, пожелания. Вообще, одна из наших целей школы дома открыть – это отвлечь детей от электроники, что невозможно, но больше и больше увлекаться шашками, развивая так свое личное мышление. И также, как Олеся уже говорила, то шашки – это тоже спорт. И надо понять, что будет необходимо тратить свое время, чтобы достичь вершин. Поэтому тоже не лениться, много работать, и будет результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова